Нонконформист Но он не следует толпе и все важнейшие ключевые решения, которые он когда-либо принимал и принимает, возможно в нашем обществе воспринимались бы не так однозначно. Так бывало, что когда он принимал какое-то решение, важное решение в своей жизни, его близкие не одобряли и не понимали его. И одно из таких решений он принял относительно недавно, в декабре 2015 года. И стоит отметить, что этот спикер не первый раз выступает на сцене TEDx. Впервые я увидел его выступление в 2012 году. И именно этот человек наилучшим образом объяснил, почему для распространения идей и почему для изменения общества требуется всего лишь определенная критическая масса людей, а не все общество. И великолепным образом он объяснил это с помощью теории эффекта сотой обезьяны. Прочитайте это, очень интересная теория. Ну, а какую теорию он будет раскрывать в этот раз, он нам расскажет сам. Итак, я приглашаю на эту сцену Даниара Аманалиева, предпринимателя, бывшего топ-менеджера и нонконформиста. Даниар, вам слово. Добрый день. На самом деле сегодня все спикеры говорят о мечтах. И, наверное, вы уже запарились это слушать. Я тоже буду говорить о мечтах, поэтому. Ну, может быть, я попробую суммирую то, что мы сегодня обсуждали. И у вас будут красивые фоточки. Я вот недавно начал исполнять одну свою мечту, начал заниматься фотографией. Пошел на класс в моей же собственной арт-студии обучаться и начал видеть мир совершенно иначе. Начал замечать, насколько у нас красивый мир вокруг. Может быть, какие-то мысли, которые я буду говорить сегодня, вам покажутся знакомыми, из речей предыдущих спикеров. Поэтому наслаждайтесь фотографиями. Они в основном все с сайта National Geographic. И National Geographic — это обалденная организация, которая рассказывает истории для людей, чтобы они любили мир и заботились о планете. И я надеюсь, что после моей презентации будет немного больше любви и больше заботы друг о друге. Я говорю, что мечтать полезно, потому что нас всех окружают вот такие слова. Мечтать не вредно. Мне Айдана рассказывала в промежутке, как ей говорили, даже не мечтай, когда она думала играть за рубежом. Вот такая фраза, например, есть. Или не умничай. Правда же? Все мы слышали. Не умничай. Я очень часто слышал. Или там, например, лучше синиться в руках, чем журавль в небе. И это такие фразы, которые нам подрезают крылья. Есть одна история, которую, может быть, вы знаете, про человека, который ходит по зоопарку и видит слона. Этот слон привязан к палочке, там тоненькой какой-то веревочкой. И человек понимает, что слон может в любой момент просто сдвинуться, и все, вся эта конструкция полетит. Он бежит к служащим в зоопарке и говорит, слушайте, у вас там слон сейчас убежит. Они ему говорят, ну он же привязан. Ну и что, что привязан? Он же слон, он же может легко вырвать эту палочку. А понимаете, его в детстве привязывали за эту палочку, он пытался сбежать, у него не получалось. А теперь он просто не пытается. И на мой взгляд, это история обо всех нас. Каждый из нас в чем-то этот слон. Каждому из нас когда-то в детстве сказали, ну не твое, ну не получится. И так далее. Хорошо говорить здесь со сцены, друзья, мечтайте, все будет классно, да, вы можете все что угодно. Но я понимаю где-то, что у вас может быть скепсис. И у меня тоже есть где-то скепсис. Мы все эти лозунги слышим. Давайте мечтать, все будет сбываться, и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что я тот человек, у которого там огромные сексес истории, и который может утверждать, да, вот я намечтал, и все прекрасно. Но кое о чем я мечтаю, с вами поделюсь. Лично я разучился мечтать, когда мне было 10 лет. Не потому, что мне родители говорили, даже не мечтай, или не умничай, и так далее, и так далее. Они меня действительно поддерживали, мне повезло. Но в 10 лет умер мой отец. И вот когда он умер, ну для меня вот мир этот очень сильно изменился. Мне показалось, что в нем очень мало логики, справедливости, честности, что ли. Ну вот знаете, такое ощущение, когда тебя обманули. И мне было очень сложно выходить из этого состояния. Я очень замкнулся, и очень долгое время я просто помогал другим людям воплощать где-то их мечты, делать то, что они считали правильным. И был таким хорошим, послушным мальчиком долгое время. И потом через много-много лет, через, может быть, 15 лет, когда я уже встретил свою будущую жену, я начал учиться у нее мечтать снова. И почему? Потому что я видел, что все, о чем она мечтала, все сбывалось. У нее была такая традиция каждый год записывать в тетради, что она хотела бы, чего она хотела бы добиться. Я бы не сказал, что она что-то делала обязательно, чтобы это сбывалось. Иногда она ничего не делала, но это все равно сбывалось. Она побывала в странах, о которых мечтала. Она сделала так, что ребенок учился в самой лучшей школе на тот момент стране. И все это как-то получалось. И мне всегда было удивительно, как это получается, потому что я для всего должен был вкалывать. Нужно что-то переключить в голове. Нам всем, конечно, говорят, нужно работать, напряженно работать и так далее. Пустые мечты, пустые мечтатели, наивные мечтатели и так далее. Это очень сложно где-то внутри себя перебороть. Но как только вы переключаете и понимаете, что, блин, мечтать важно, вы становитесь вот этой белой черепашкой, ей быть некомфортно, потому что другие вокруг говорят, слушай, мы не мечтаем, и ты не мечтай. Будь нормальным, будь как все, не выпендривайся. И у человека, который пытается мечтать, исследовать свои мечты, всегда очень-очень много дискомфорта. Вы должны отказаться от вот этой зоны комфорта. Ну, как сейчас Арман рассказывал, действительно, я полгода назад ушел из компании, где проработал 12 лет. В принципе, там было все хорошо. Огромная команда, что-то, что мы строили 12 лет, оно начинало работать само. Эта компания была самой успешной компанией в своем секторе. Компания Крыгиз Концепт. И, конечно, я там очень многому научился. В какой-то момент начал чувствовать, может быть, что как-то я хорошо очень представляю, что будет через полгода, что будет через год, что будет через два года. И хотя я не всегда был хорошим мечтуном, но я был всегда человеком, который боялся комфорта. Человеком, который боялся, когда вот все слишком-слишком предсказуемо, все слишком хорошо и слишком все мягко и добро. Мне всегда казалось, что вот в таких местах ждет какой-то подвох. И я вам тоже очень рекомендую, как только вы начинаете чувствовать, что для вас комфорт становится важнее, чем какие-то действия и чем какое-то стремление, всегда сразу же что-то менять в жизни. И я поменял, и я не жалею. Потому что сейчас мы с друзьями открыли новую компанию, которая называется УЛУЛО, и мы обучаем людей искусству. И, может быть, об этом я еще скажу несколько слов. Почему так происходит? Потому что в какой-то момент вот этот комфорт и вот эти слова других людей о том, что мечтать не стоит и так далее, они начинают вас приземлять. А я верю, что наши мечты — это наши крылья. Есть великолепное стихотворение Шарля Бодлера об Альбатросе, которое является очень красивой птицей, особенно когда вы видите его в небе, с огромным размахом крыльев. Но как только эта птица оказывается на земле, она выглядит очень-очень жалкой. И ее огромные крылья просто мешают ей внизу ходить. Что это значит? У вас есть мечты. Если вы мечтали много, если вы человек, который способен на большие мечты, то эти крылья у вас очень большие, и они будут постоянно мучить вас, когда вы будете ходить по земле, когда вы будете пытаться быть таким, как все, когда вы будете искать комфорт. И вы будете думать, что проблема в комфорте, и нужно просто более зеленую травку найти. Может быть, более прекрасный берег, может быть, машина получше, может быть, дом получше и так далее, и так далее. Но вы никогда не будете чувствовать себя счастливым, пока вы не взлетите, и пока вы не позволите своим крыльям расправиться. Мы все в разных ситуациях. Когда мы готовились к этой презентации, мне говорили, ты будь осторожнее, потому что у тебя такая вот жизнь, ты получил хорошее образование и так далее, и люди тебе могут не прислушиваться. Я понимаю, что мы в разных ситуациях. Я понимаю, что, может быть, для меня принять решение уйти из очень комфортных условий было проще, чем кому-то другому. Но неважно, где мы находимся, полгода назад Айдана была в положении, в котором, я надеюсь, что никогда не окажусь в жизни, и тем не менее она продолжала мечтать. А есть люди, которым гораздо сложнее, и они могут продолжать мечтать. Неважно, где вы находитесь, вы можете свое положение улучшить, даже если у вас сейчас все уже очень хорошо. И я бы хотел сегодня поговорить о том, как нужно мечтать, и почему у нас это не получается. На самом деле все упирается вот в это. В 1969 году, вы знаете, что произошло знаменательное событие, человечество побывало на Луне. Путь до Луны — это 300 тысяч километров. И туда, и обратно. И человек совершил... Люди летели 100 часов туда и обратно. Но из этих 100 часов 15 минут только работали двигатели. Все остальное время ракета двигается по инерции. Из этих 15 минут 90% времени и топлива тратится в первые несколько минут при запуске. И почему так? Потому что ракета должна преодолеть гравитацию Земли. И это самая большая трудность. Самая большая трудность, которая вам предстоит, когда вы начнете думать о мечтах, это гравитация. На самом деле вы находитесь на пересечении многих полей гравитации. Есть физическая гравитация, когда вас тянет к Земле. А есть гравитация, допустим, мнения родителей. Ваши родители влияют на вас. Ваши родители имеют свое видение о том, как вы должны прожить. Это имеет очень большую гравитацию. Ваши традиции, общество, в котором вы живете, о том, что, например, нужно выходить замуж очень рано. Это тоже очень большая гравитация. И с этим очень трудно бороться, потому что все люди вокруг думают так же, да, к примеру. Или о том, что не обязательно получают хорошее образование. Или о том, что девочки в футбол играть не должны. Или о том, что человек 18 лет бизнес не должен строить. Все это имеет свою гравитацию. Мы находимся постоянно на пересечении многих-многих гравитаций. Очень сложно при этом делать собственный выбор, очень сложно самому двигаться. Потому что, в принципе, если ничего не делать, гравитация сама будет вас постоянно двигать. Я знаю много людей, которые всю жизнь проживают просто в полях гравитации. Жизнь их как бы толкает. С одного места на другое. А есть еще, знаете, вот есть гравитация, есть антигравитация. То есть то, что вас отталкивает. То есть есть то, к чему мы стремимся, да, то, что нас притягивает, есть то, что нас отталкивает. Вот на этой картинке, кем бы вы хотели быть? Правильный ответ фотографам. Но если вы вынуждены выбирать из этих двух персонажей, то, конечно, нам хочется скорее быть хищником, да, который скачет и который охотится, который стремится к чему-то. Вот его жизнь полна смысла в этот момент. Он нацелен. Его очень сложно остановить в этот момент. Он сфокусирован. Что происходит с жертвой? Жертва боится. У жертвы просто кошмарная жизнь в этот момент. Жертва бежит. Жертва избегает. У жертвы жизнь полна страха. Если вы хорошо подумаете, то вы всегда либо в том, либо в другом положении. Вы всегда что-то делаете, либо потому что вы мечтаете о чем-то, либо потому что вы просто пытаетесь от чего-то уйти, от чего-то сбежать, от чего-то боитесь. К примеру, боитесь, что люди скажут, что вас не возьмут никто на работу, если вы не получите диплом. И вы идете в университеты, в которых вы заведомо знаете, вы ничему не научитесь. Как человек, который провел тысячу собеседований, скажу вам, ваш университет вообще никакого значения не имеет в этой стране. Может быть, за исключением двух-трех. И если у вас нет университетского образования, это ни на что сильно не влияет. Телек, я уверен, ничего из университета не взял. Всему научился сам, к примеру. Но мы идем в университеты, потому что нам страшно, потому что еле меня леет. Правда же? Итак, мы всегда либо в положении человека, который к чему-то стремится, а значит, мы действуем из любви, из стремления, потому что нас тянет к чему-то, либо в положении человека, который избегает чего-то, бежит, в положении жертвы. А попробуйте проанализировать свою жизнь. Как часто в своей жизни вы действуете, потому что вы боитесь, и как часто вы действуете, потому что вы чего-то хотите. к чему-то стремитесь, о чем-то мечтали, и поэтому вы делаете это. И вы ужаснетесь. Все начинается с видения, и это очень сложно, но это необходимо. И вот вы знаете, слова «мечтаете» и так далее звучат очень наивно, но на самом деле самые крутые бизнесмены в мире говорят об этом. Говорят о том, что весь их успех в бизнесе начинался именно с мечты. Например, я разговаривал как-то с министром экономики Грузии и спрашивал его, за счет чего Грузия добилась всех этих великолепных реформ. Были ли у них все эти реформы готовы, когда они власть получили? И он сказал, нет, у нас просто была мечта. Мы мечтали, чтобы Грузия стала самой свободной страной в регионе, самой удобной для бизнеса страной в регионе. И каждый день мы делали мозговые атаки. То есть видите, один позвоночник – мечта, видение, и каждый день мозговые атаки, то есть мясо, которое вы лепите на это. Когда вы начинаете мечтать, не обязательно представлять, каким образом вы достигнете этого. Вы должны просто намечтать, вы должны что-то такое намечтать, что вас будет по-настоящему вдохновлять. Вы можете находиться в положении этого птенца фламинго. Видите, он очень страшненький, когда рождается. А потом он вырастает в прекрасную птицу. Не обязательно прям сходу иметь все ресурсы. Мечтайте, не бойтесь стать красивым, не бойтесь достичь чего-то огромного, не бойтесь построить что-то большое. Просто вот в этот момент ничего бояться не надо. Бояться надо потом. Но сначала, когда вы мечтаете, освободите себя от всех мыслей о том, какая ваша реальность сейчас. Вот простой способ построить маленькую какую-то одну мечту. Представьте себе самый лучший день, который у вас был в жизни на данный момент. Три секунды на это. Легко представить. Самый лучший день в вашей жизни. Ну, скорее всего, этот день вы провели с любимыми людьми. Может быть, у вас было что-то другое. А теперь представьте себе, запланируйте себе, что, например, через полгода, вот в декабре, у вас будет день, который будет еще лучше. Сегодня 11 июня. Запланируйте себе на 11 декабря день, который будет еще лучше, чем вот этот день. И представьте, какой этот день должен оказаться, чтобы он был еще лучше. Я не знаю, у меня, например, в самый лучший день в моей жизни сын родился. В мой день рождения. Может быть, мне нужно двоих сыновей в этот день. А может быть, нужно что-то совершенно из другой сферы. Но попробуйте об этом подумать, и это вам поможет понять, какие мечты у вас есть. Внутри вас есть мечты. Они очень непроговоренные, как правило. Потому что мы стесняемся мечтать, мы стесняемся выговаривать свои мечты. И, как правило, это нас загоняет в такую ловушку. Мы уже потом забываем. И когда нам говорят, о чем ты мечтаешь, мы не можем ничего назвать. Или называем какие-то вещи, которые нам навязаны. Машину хочу крутую, хочу крутой дом и так далее. Это то, что другие хотят. А чего хотите именно вы? Потому что у вас есть какая-то уникальность, и ваша мечта тоже в чем-то уникальна. Если вы подумаете через этот вопрос, спланировать день, который окажется лучше, поможет вам понять именно вашу мечту. Есть два очень простых совета, как приучить себя мечтать. Вот это очень важно. Вы должны действовать с двух концов. С одной стороны, вы должны научить себя мечтать. Должны приучить себя мечтать, привить себе привычку мечтать. А с другой стороны, вы должны привить себе привычку исполнять свои мечты. Начните с простого. Попробуйте задать себе вопрос, чего я хочу прямо сейчас. Я знаю, чего мы хотим прямо сейчас все, кондиционеры. Но может быть мы хотим еще чего-то. Попробуйте представить себе эту мечту, попробуйте себе представить это маленькое желание, а потом обязательно это желание исполните. Вот уже маленькое желание исполнилось. Мечта это просто очень большое желание, да? И нужно начинать с чего-то маленького. Вот другой пример. Вы идете каждый день, допустим, из дома на учебу или из дома на работу. Попробуйте себе по этой дороге поставить маленькую какую-то цель. Эта цель может быть абсурдной. Найти 8 улыбок и не заходить на работу, пока вы 8 улыбок не найдете. Или, например, посчитать, сколько будет красных машин по дороге. Или, например, прослушать аудиокнигу. Или, например, обсудить какие-то важные вопросы по телефону, пока вы идете. Но, короче, поставьте какую-то маленькую цель. И приучите себя каждый раз, когда вы что-то делаете, каждый раз, когда вы куда-то идете, каждый раз, когда у вас есть какое-то свободное время, приучите себя ставить какую-то маленькую-маленькую цель. Когда приучите и будете исполнять эти цели, это станет привычкой. А самое главное – это привычка. Единственное, что нас меняет, это привычки. Вот мы иногда говорим там, с завтрашнего дня начну новую жизнь. И никогда не начинаем, правда же? Еще ни у кого не срабатывало, я знаю. Если вы скажете, с завтрашнего дня я превращу в привычку что-то, а привычка формируется 21 день. Вот это может сработать, и это может внести изменения в вашу жизнь. Так вот, приучите себя постоянно ставить цели. Не важно, что вы делаете. Вы работаете, поставьте себе цели на месяц. Они должны быть простыми и очень измеримыми. Они не должны быть целями в духе «я хочу стать кем-то». «Я хочу что-то крутое сделать». Нет, должны быть очень простые конкретные цели. Если вы продавец, поставьте себе цель продать не 100 телефонов, например, за месяц, а 120, к примеру. Для себя, не для того, чтобы бонус получить и так далее. Просто для того, чтобы приучить себя какие-то цели ставить. Как только вы научились ставить цели, повышайте планку. Постоянно повышайте планку, со временем вы дойдете до очень-очень серьезных целей. А со временем эти цели начнут превращаться в видение, вы начнете планировать на более длинный срок. Вам не обязательно иметь много ресурсов. Как я говорил, вы должны сначала намечтать. И когда вы мечтаете, не надо думать о ресурсах вообще, о том, как вы это реализуете. Например, мы мечтаем в Бишкеке изменить атмосферу. И я вам предлагаю эту идею вашу. Нам в Бишкеке много чего не нравится. Вам, наверное, ваше тоже хочется что-то улучшить. И в Бишкеке, например, нам не нравится, что совершенно не существует культуры уличных музыкантов. Уличные музыканты – это круто. В любом развитом городе это есть. Вы идете, и там играют музыканты, у них футляр открыт, вы подходите, кидаете монетку, наслаждаетесь атмосферой. Уличные музыканты создают такую атмосферу, что вы не замечаете обшарпанных зданий, вы не замечаете какие-то там старые машины, вы не замечаете грумые лица. Да и все лица становятся гораздо более позитивными, улыбчивыми. Уличные музыканты – это круто, это то, что меняет город. Вот мы и мечтаем о том, чтобы это сделать. Ну как это можно было бы сделать? Написать заявку, получить грант, заработать много денег, потратить миллион долларов и так далее, и так далее. Но есть более простые способы. Мы просто написали в фейсбуке, ребят, давайте 9 апреля выйдем, музыканты, вы будете поработать уличными музыкантами на Иркендике. Иркендик – это главный бульвар Бешкейки. И горожане, приходите и ощутите, что такое атмосфера, когда уличные музыканты работают. И когда весь Иркендик звучит. И мы называли эту акцию «Музыкальный Иркендик». И вот музыкальный Иркендик сработал. Первый раз у нас было 20 музыкантов, не меньше тысячи людей, горожан пришло, чтобы их послушать. И это была классная атмосфера. А во второй раз было уже больше музыкантов и больше людей. Сейчас мы готовим третий раз. И сколько нам это стоило? 200 сон. 200 сон, но очень-очень много шума. И мы пытаемся менять эту культуру. То есть музыканты приучаются к тому, что выходить не стыдно. Играть на улице не стыдно. И нужно вообще выходить с концертных площадок. Нужно идти навстречу людям. И я буду очень рад, если кто-то в Аше захочет это сделать. И мы обязательно поддержим и объясним, как мы это делали. А другой путь – это вы сначала думаете, какие у вас ресурсы есть. И вы думаете, ну да, я мечтаю об уличных музыкантах, но у меня же начинающий бизнес, денег никаких нет, людей нет, музыкантов своих мало и так далее. Все равно ничего не получится. И вы начинаете передумывать и думаете, ну и ставите себе какие-то либо маленькие планы, либо просто ничего не планируете. Но опять же, именно поэтому нельзя думать сначала о ресурсах. Сначала думайте о мечте. А потом, когда вы надумали себе мечту, действуйте, как эта сова. Ее невозможно остановить. Вы же понимаете, да, вот сейчас через полсекунды понятно, что произойдет. Здесь ничто не может произойти. Никакая война не может остановить эту сову, правильно? И вы, когда вы намечтали, все, уже никаких сомнений не имеете. Вы замечтали, вы спланировали, действуйте и не отворачивайтесь от своей мечты. Каждая мечта, от которой вы отказались, создает вам привычку не реализовать свою мечту. Каждая такая мечта делает вас слабее. Каждая такая мечта уменьшает вероятность, что вы мечту будете исполнять. Я уверен, все хотят прожить яркую жизнь. Все хотят прожить жизнь, после которой, ну, как-то вот не стыдно, да, умирать. И не стыдно рассказывать детям. Такая жизнь, возможно, только у тех, кто мечтал. Все люди, которые сегодня перед вами выступали, все говорили о мечте. Но не потому, что мы договорились. Потому что это действительно единственный способ добиваться чего-то большого. Нам всем говорят, сила воли, сила воли. Вот сила воли заставляет вас встать по утрам и так далее. Назовите... Да я никогда не понимал силу воли. Я никогда не понимал этот термин, хорошо. Когда я понял, что это просто сила вашей мечты, все стало на свои места. Если у вас есть мечта, она значимо крутая, вы вообще даже думать не будете о том, вставать утром или нет. Искать отмазки для того, чтобы не пойти куда-то или нет. Вообще у вас такой вопрос стоять не будет. Если перед вами достаточно крутая мечта, вы сможете сделать что угодно. Вы сможете заставить себя делать что угодно и будете получать от этого удовольствие. Есть человек, который зовут Илон Маск. Он мечтает, чтобы человечество колонизировало Марс. Это его бихак, это его большая, волосатая, наглая цель. Подумайте о своей большой, волосатой, наглой цели. Что вы хотите изменить в этой городе, в этой стране, в этом мире? Ну, может быть, просто в своей семье. Не важно, но что-то большое, значимое, какую-то серьезную перемену. Подумайте о ней и не бойтесь. Вы это можете реализовать. Просто в момент, когда вы думаете об этом, опять же, не думайте о том, сможете или нет. Не думайте о ресурсах, о своих возможностях. Ну и, наконец, вот это дерево, это сосна трехсотлетняя, которая находится в Токио, в парке Хамарикю. Я был в этом парке и видел эту сосну своими глазами. И меня больше всего поразило. Вы видите, вот здесь плохо видно, но под этой сосной такие столбы. Они поддерживают это дерево. Без этих столбов дерево бы сломалось. Там, где эти столбы соприкасаются с деревом, дерево бережно обернуто. Это дерево обрабатывают раз в год, только кончиками пальцев. С ним никогда не работают металлическими предметами. Его так бережно берегут, потому что его посадил Сёгун 300 лет назад. И это самая главная достопримечательность этого сада. Хотя сад обалденный. Ваша мечта заслуживает такого же отношения. Вы сажаете ее так же торжественно. Вы заботитесь о ней точно так же. И вы защищаете ее от всех внешних посягательств. Опять, люди будут отговаривать вас всегда. Особенно, когда у вас большая мечта. Они будут вам говорить, слушай, что ты дурак, что ли? Странно как-то, да? Или как я вот сейчас, я занимаюсь таким странным бизнесом, обучение искусству. И людям кажется, ну, многим кажется, что это просто благотворительность. Многим кажется, что мы просто какие-то игрушки играемся. Никто не верит, что это может стать бизнесом и что это может стать чем-то значимым. Мы верим, мы знаем, потому что наша мечта, вот этот наш бихак, это чтобы Кыргызстан стал центром обучения искусству для всей Азии. И мы знаем, что это возможно. И это нужно делать быстро, потому что время идет, и Азия тоже меняется. Проблема в том, что не всегда у вас получается сходу, и трудно вернуться после провала. Самое трудное, и это то, что вы должны приучить себя делать, это comeback culture, да? Всегда возвращаться и пытаться еще раз. И поддерживать других, как телег призывал, тех, кто возвращается, пытается еще раз. И тех, кто вообще выходит на старт. Те, кто пытается что-то сделать, они сидят и молчат. Вот сейчас проходит эта конференция, я знаю, что всем жарко, я знаю, что сегодня воскресный день, а, субботний день, ну выходной. И, в общем-то, я знаю, что мы все говорили о каких-то похожих вещах, и, может быть, где-то мы ваш скепсис не преодолели. Но, в принципе, организаторы все сделали для того, чтобы у вас, вы получили много идей. Что вы будете дальше с этими идеями делать? Абсолютно ваша ответственность. Можете ничего не делать. Можете прожить очень-очень серую, скучную жизнь. Но я в восторге от людей, которые тратят свою энергию, силы, деньги на то, чтобы вот, ну, как-то всколыхнуть, да? Если хотите всколыхнуться, сделайте первый шаг сегодня. Прямо сегодня что-то поменяйте в своих привычках. Прямо сегодня что-то маленькое сделайте. Можете потом с хэштегом написать. «Сегодняшнего дня я…» Давайте посмотрим вообще, будет какой-то эффект от этой конференции или нет. Но многие конференции проходят бесполезно. Я это видел много раз. Только если она пройдет бесполезно, это вы лохи, а не мы. И, наконец, для чего я рассказываю вам это? Потому что я мечтаю, чтобы страна Крыгстан стала страной таких мечтанов. Чтобы мы все расправили крылья и летали. У нас один только шанс. Я согласен абсолютно с тем, что говорил Арман. Если Крыгстан сегодня исчезнет, никто этого в мире не заметит. Вообще никому мы в мире не нужны, понимаете? Потому что мы ничего для мира полезного не делаем. Признайте это, поймите это. Китай для всего мира делает очень много полезного. Швейцария, Германия, Италия, Франция и так далее, и так далее. Все развитые страны чем-то полезны другим. Поэтому они существуют, поэтому они успешны и богаты. А мы бедные и несчастные, потому что мы никому не нужны. А мы никому не нужны, потому что мы ничего для других не делаем. Если мы хотим что-то для других делать, мы должны начать мечтать о чем-то крутом. О чем-то, что вообще весь мир поменяет. И если это вы не будете делать, которые пришли сегодня, смотря на субботу, жару и так далее, и сидите здесь, ну кто тогда это будет делать? Кто изменит этот город, кто изменит эту страну? Не будьте лохами. Спасибо.